Сейчас мы на бэкстейдже перед показом у Карла Лагерфельда. Подготовка здесь идет полным ходом и уже можно рассмотреть, какими будут прически. Самый известный иностранец в Париже это, безусловно, Карл Лагерфельд. Его немецкое происхождение легко прочитывается в тевтонской строгости его дизайна. Если для дома Шанель он и делает исключение, обязательно сглаживая острые углы, то уже при создании коллекции для собственного дома Кайзер дает волю своим идеям. В итоге одежда под его одноименной маркой выходит очень сдержанной, местами суровой, но очень выразительной. Коллекцию для собственного дома моды Карла Лагерфельд показывает за два дня до дефиле Шанель. И вообще он рекордсмен по количеству показов в сезон. Один у него проходит в Милане для дома Фенди и два в Париже. На такое нервов и сил хватит далеко не у каждого дизайнера. Вы довольны тем, как прошла репетиция? Знаете, мне не нравятся репетиции. У большинства моделей прическа и макияж еще не готовы. Зачастую они ходят еще в своей одежде. Но нам необходима репетиция, чтобы отчеканить режиссуру и проверить, справляются ли девушки с высокими каблуками. Мне еще немаловажно понять, комфортно ли девушки чувствуют себя в сильно стянутых юбках, которые я сегодня представлю. Кажется, что они сделаны из винила, но это не винил и не кожа. Это новый материал. Одного грандиозного показа в сезон Карлу Лагерфельду оказалось недостаточно. Для дома Шанель он подготовил еще более масштабное шоу. На подиум в качестве декораций поместили настоящий ледник, а моделям пришлось идти прямо по воде. Вот такие невероятные декорации в этот раз построили для показа дома Шанель. Моделям пришлось ходить по воде, а этот лед специально привезли из Швеции на 20 грузовиках. Вы видели, как монтировали декорации? Да, я видел весь монтаж сцены от начала и до конца, как привозили сиденья и собирали льдину. Ее сюда привезли по частям и только потом собирали на подиуме. И когда же ее привезли? Два дня назад. Она находилась в специальном холодильном отделении в грузовике, мы ее охраняли. Грузовик стоял здесь, в Гран-Пале, но все держалось в строжайшем секрете. Я уже знаю, что в новой коллекции Шанель будет использован только искусственный мех. И в этом зале сегодня немного холодно, и я думаю, что это просто часть концепции, потому что у Карла Герфельда ничего не бывает просто так. Нам нужно войти в образ и немножко промерзнуть, чтобы после купить искусственный мех от Шанель. Я только что говорила с Карлом о коллекции. На мой вопрос, вдохновлена ли она глобальным потеплением, ведь на пригласительном изображен полярный мишка, Карл ответил, что скорее глобальным похолоданием. Зима в этом году такая холодная, и кто знает, возможно, в будущем температура зимой будет еще ниже. Поэтому в коллекции будет очень много меха. Но обратите внимание, весь он искусственный. Какие у вас впечатления после показа? Все в этой коллекции было так красиво, ново и свежо. Она сделана с большим юмором. Карл сегодня затронул тему, волнующей весь мир. Например, исчезновение айсбергов. Но вы же одеты прямо под стать коллекции. Если честно, я и не знала, что будут показывать сегодня. Я вообще надела эту шубу впервые за много лет. И она отлично подошла к сегодняшней теме. Вы знаете, что весь мех в этой коллекции был искусственным? Да, я знаю. И, кстати, моя шуба тоже сделана из искусственного меха. Что же вдохновляет Карла на творчество? Каждая следующая коллекция. Он всегда говорит, если я когда-то сделаю коллекцию, которой буду полностью доволен, я остановлюсь. Он никогда не позволяет себе получить удовольствие от тех прекрасных вещей, которые создает. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА